Этот мужчина хотел спрятаться от страшного урагана, который застал его врасплох прямо посреди улицы. Он остановился под балконом жилого дома, чтобы сделать небольшую передышку. Это решение стало для него роковым. Крышу соседнего дома буквально вырвало с корнем и понесло прямо на мужчину. Отыскать его под завалами удалось не сразу. Когда беднягу достали из-под строительного мусора, он еще дышал, но был без сознания. С переломанным позвоночником его доставили в больницу. Несмотря на старания врачей, помочь ему не удалось. Он скончался, не приходя в сознание. В этот день жертв могло быть гораздо больше. Местные даже не подозревали, что на город надвигается настоящий штормовой Армагеддон. Причем пострадал не весь Боготол, а только отдельные его районы, в большей степени центр. Сначала посыпал крупный град размером с горошины, затем начался ливень. Ураган обрушился на город мгновенно и пронесся по улицам буквально за пять минут, сметая все на своем пути. В этом шторме пострадали десятки домов. Крыша буквально вырывала с корнем и метала по воздуху. Балконные балки не выдерживали и ломались пополам, а стекла лопались от сильного ветра. Также пострадало более 30 припаркованных авто. На них летел весь строительный мусор, деревья, рекламные баннеры и даже остановки. Обрушились и линии ЛЭП. Почти весь район сидел без электричества до самого вечера. Последствия стихийной катастрофы начали убирать почти сразу. Работы по очистке территории были еще вчера, сразу после урагана. На сегодняшний день уже ведутся работы по восстановлению крови. Если повреждена плита или ограждение, то здесь будет работать управляющая компания по восстановлению. В отношении окон жителям надо будет обращаться в администрацию города. Подобный ураган уже случался в Боготоле несколько лет назад. Тогда жителям пообещали укрепить крыши строений, чтобы их случайно не снесло. Результат такой работы налицо. Дарья Морева, 7 канал. Полине Дворкиной грозит 19 лет лишения свободы. Такой срок затребовал прокурор. Кроме того, мать подсудимой подала на дочь в суд и требует 10 миллионов рублей за убитого мужа. Прокуратура установила, что преступление Дворкина планировала заранее. Для этого она сменила фамилию, обучилась стрелять, получила разрешение на оружие, устроилась на работу, чтобы заработать на эти цели и на покупку ружья. Помимо основного срока, прокурор запросил для Дворкиной ограничение свободы на 2 года. Это значит, что после освобождения она должна ходить с браслетом, определяющим ее местонахождение. Обязана находиться дома с 22 часов вечера до 6 утра. А также не приближаться к детским образовательным учреждениям и не покидать город без разрешения правоохранителей. Также обвинение попросило назначить ей принудительное лечение у психиатра. Напомню, в марте прошлого года 19-летняя Полина Дворкина убила своего отца, затем ворвалась с ружьем в детский сад, чтобы убить мальчиков. Но благодаря воспитателям сделать это ей не удалось. Они задержали ее. Следующее заседание состоится 27 июня. На нем выступит сторона защиты. Время продажи алкоголя в Красноярском крае хотят сократить. С таким предложением выступили депутаты из Ачинска. По их мнению, спиртное необходимо отпускать с прилавка не до 11 часов вечера, как все привыкли, а до 10, как требует федеральное законодательство. Краевые парламентарии поддержали своих ачинских коллег, посчитав, что это поможет снизить потребление алкоголя в нашем регионе. Кроме этого, народные избранники предложили ввести запрет на продажу спиртного в некоторые праздники. Это День защиты детей, День молодежи, День знаний, а также Дни выпускных в образовательных учреждениях. Законопроект был направлен в профильный комитет, однако авторов попросили доработать его. Хаос в самом центре Красноярска. Эта картина напоминает не автомобильное движение в городе, а беспорядочный поток машин в Юго-Восточной Азии. Все едут кто куда, и правила практически не соблюдают. Здесь, к удивлению горожан, недавно появились временные знаки кирпич, он же движение запрещено. Красноярцам такая новость, мягко говоря, понравилась мало. Говорят, если и вводить ограничения, то нужно, чтобы это было понятно организовано. Как оцениваете ситуацию? Какой-то коллапс какой-то создан. Не нужно его делать, они не сильно меняют. Ну, хотя бы здесь было открыто на выезде. Думаю, вообще никуда невозможно уехать. Ограничение движения связано с ремонтом почти одного километра старых труб. Нельзя проехать от музейного центра на Стрелке до Парижской коммуны. А когда сюда зайдет спецтехника, то и запретят движение и в обратном направлении. Коммунальщики здесь будут полностью вскрывать дорожное полотно, чтобы заменить трубы. А это начало перекрытия движения улицы Дубровинского. Здесь автовладельцы не обращают внимания на временные знаки и пытаются проехать через дворовые проезды. Но там им сделать это не получится. А из-за этого на дороге образуются большие заторы. Некоторые автовладельцы даже переезжают двойную сплошную. Причины, почему они нарушают правила дорожного движения, называют разные. Кто-то не заметил знак, а кто-то говорит, что о ремонтных работах на дорогах нужно было предупреждать заранее. Но есть и те, кто считает себя умнее всех и ищет варианты проехать побыстрее. Знак висит. Кирпич. Движение запрещено. Почему нарушаете? Не видели. Кирпич висит. Знали, что здесь движение запрещено. Почему нарушаете? Что-то можете сказать? Нет. Продлится ограничение движения почти два месяца. Объезжать перекрытый участок автовладельцам предлагают по перпендикулярным улицам, по Карвамаркса, Ленина или по проспекту Мира. В управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства города сообщили, что ежедневных пробок в городе на это время не избежать. Самые сильные заторы ожидаются на проспекте Ленина и Парижской коммуны. В утренний час пик наблюдалась заторовая ситуация в центральной части города. Специалисты отдела мониторинга круглосуточно держат руку на пульсе управления светофорными объектами в городе. Если где-то возникает необходимость увеличить фазу зеленого светофора или наоборот придержать движение, конечно же это происходит. А уже завтра к этому перекрытию добавится еще и на улице Марковского. До середины августа полностью перекроют участок улицы между перекрестками Сурикова и Винбаума. Это нужно также для ремонта теплотрассы. А пока в городе ведется массовый ремонт, красноярцам придется потерпеть в километровых пробках. Евгений Назарчук, Эдуард Баглай, 7 канал. Красноярские артисты записали свою флешку для бойцов. Таким образом решили поддержать их через искусство. На электронном носителе романсы, эстрадные песни, монологи разной тематики. Не столько военный, сколько напоминающий о доме и о родных. В основном классика. Участие в записи приняли артисты нескольких театров Красноярска, симфонический оркестр, краевая филармония, группа Яхант. Всего будет 50 флешкарт с переходниками, чтобы можно было скинуть все себе и передать устройство другим. Так как отправляют флешки в зону СВО, где часто нет интернета. Для бойцов, чтобы во время отдыха они смогли воткнуть в ушко наушник и слушать прекрасную музыку, спектакли, монологи, песни, оперное пение, отрывки из оперных спектаклей. В исполнении наших замечательных, талантливых красноярских актеров, певцов и музыкантов.